Здравствуйте! В эфире новости на Саха 24 в студии Юлия Великодная. Уголовное дело по факту гибели людей в дорожно-транспортном происшествии передали в отдел по расследованию особо важных дел для следком республики. Об этом сообщила старший помощник руководителя ведомства Надежда Дворецкая. По последним данным, о которых известно, водитель машины УАЗ выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с КАМАЗом. Сразу после происшествия дело было передано в Следственный комитет Якутии. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. Осмотры транспортных средств и тел погибших, а также их опознания. Уже назначены необходимые экспертные исследования. Кроме того, проводятся допросы потерпевших и свидетелей дорожно-транспортного происшествия. По указанию руководителя Следственного управления, производство предварительного следствия по данному уголовному делу поручено отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по республике Саха-Якутия. Создана следственная группа из числа наиболее опытных следователей Следственного управления. Жители столицы почтили память погибших в автоаварии на федеральной трассе Колыма. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую пятницу. Автомобиль УАЗ столкнулся с КамАЗом. Трагедия унесла жизни 9 человек, в том числе и двухлетнего ребенка. Сегодня в Якутске на площади Ленина установили прощальный стенд с именами жертв катастрофы. С 11 утра люди несут к нему цветы, свечи и игрушки. Несмотря на холод, на площади собралось немало горожан. К те, кто знал погибших при жизни и неравнодушные жители. Все они пришли проститься и поддержать родных и близких в это тяжелое время. Конечно, такие минуты сплачивают людей. Все-таки в душе у каждого есть сопереживание, неравнодушие. Поэтому люди приходят и выражают свое горе таким образом. В Татинском районе объявлен трехдневный траур. Отменены все запланированные увеселительные мероприятия. Сегодня в районном центре прошел траурный митинг. Собравшиеся выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших в автокатастрофе. Светлая память всегда будет с нами. Вся траурный митинг отозвалась вся республика. Поэтому мы пользуемся случаем, хочу сказать слова благодарности за отзыв, народу спасибо. Спасибо. Сейчас непосредственно мы работаем с руководителем администрации главы республики и правительства Борисом Федором Михайловичем. Со стороны республики также оказывается большая помощь. И вот народ сам отозвался на этот трагический случай. Сейчас идет возложение свечей. Нерингвинцы выражают скорбь и соболезнования родным и близким погибших. На всей территории района сегодня приспущены государственные флаги России и республики. Еженедельные планерки глав района и города начались с минуты молчания. В храме Казанской иконы Божией Матери совершено заупокойное богослужение. Мы помолились, просили Господа упокоения души погибших в этой автоаварии. И также попросили Господа, чтобы Господь сохранял жизни наших соотечественников, жизни якутян. Мы выражаем слова искреннего соболезнования родным и близким погибших в этой страшной автоаварии. Продолжаем выпуск. Контроль за деятельностью таксистов усилят. Известно, что сотрудники ДПС будут проверять все документы. Категорию прав, страховку, патенты на перевозку, лицензии на пассажироперевозку с маршруткой. В грузовых автомобилях проверят, установлена ли система Платон и наличие тахографа. Также будет производиться сверка из базы данных. При наличии просроченных платежений, уплаты налогов и различных штрафов могут быть приняты определенные меры. Проверкам подвергнутся автомобили, занимающиеся перевозкой пассажиров и багажа. Особое внимание будет уделено выявлению лиц, осуществляющих деятельность без разрешений и лицензий. Профилактика дорожно-транспортных происшествий – приоритетное направление в работе алданских госавтоинспекторов. Однако, как показывает статистика, из года в год основными нарушителями являются любители скорости и сесть за руль в состоянии опьянения. Профилактика дорожно-транспортных происшествий – приоритетное направление в работе алданских госавтоинспекторов. Однако, как показывает статистика, из года в год основными нарушителями являются любители скорости и сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, по 11 месяцев статистика у нас на одно ДТП выше в этом году. И особенно со стороны нетрезвых водителей на 5 человек больше. В прошлом году было 9, в этом году 14 человек совершили ДТП в нетрезвом состоянии. Несмотря на незначительное увеличение ДТП, в этом году резко снизилось количество аварий со смертельным исходом. Если в прошлом году таких эпизодов было 17, то в этом всего 4. Среди нарушителей закона сотрудники ГИБДД выявляют и тех, кто занимается извозом без правоустанавливающих лицензий. Однако выявить их сложно, так как при проверке документов пассажиры встают на сторону водителя и говорят, что едут со знакомым или с родственником. К сожалению, сами люди при остановке сотрудниками ДПС свидетельствуют в пользу водителей. Хотя сами не предполагают, что машина не соответствует требованиям такси. То, что техсостояние может быть, но машина не соответствует тем требованиям, которые должны быть. И в итоге потом получаются такие случаи, что ДТП с пострадавшими. Как говорят инспекторы ГИБДД, влиять на ситуацию можно, ужесточая законы, ответственность. Но прежде всего положение изменится, когда все участники дорожного движения будут думать о безопасности и соблюдать правила дорожного движения. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан. В Хангаласском Улусе с начала реализации третьего этапа федерального закона о дальневосточном гектаре всего подано 4200 заявок. В основном жители желают взять земли около населенных пунктов Актемцы и Техтюр для занятия сельским хозяйством, строительства дома, ведения дачного хозяйства или для туризма. Такой договор подписали комитет управления муниципального имущества Хангаласского Улуса и предприниматель Артем Леонтьев. Он подал заявление в мае и уже получил гектар земли. В планах у него открытие своего производства по брикетированию металла и скопившегося на свалках металлолома. На нашей территории основные заявления поданы на территории Техтюрского наследия. Это на сопке около 296 гектаров, но это земли лесного фонда. Вот на сегодняшний день идут переговоры муциумального желания Техтюрского наследия об определении нового или расширения села Техтюр. К другим темам новые рабочие места будут созданы в следующем году. А именно 5 тысяч якутян смогут трудоустроиться. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Алексей Дьячковский на встрече с журналистами. На сегодня утвержден план работы по году содействия занятости населения. Созданы 6 пилотных проектов. По словам зампреда правительства, только по пилотному проекту вахта планируют привлечь 3 тысячи безработных. По данным департамента занятости, на сегодня желающих трудоустроиться более 9 тысяч человек. В целом наша задача, чтобы официально занятых людей было больше, чтобы вы понимаете, что где-то 260 миллиардов рублей это сегодня у нас фон оплаты труда по республике. И некоторая часть, конечно, она уходит за пределы республики. Это иностранная рабочая сила, рабочая сила, которая приходит из других субъектов Российской Федерации. Если мы большую часть, еще большую будем оставлять фон оплаты труда, это, во-первых, конечно, будет повышать доходы каждого человека, проживающего на территории республики. Это прямой эффект. И второе, это, конечно, будет повышать потребительский спрос. То есть это и поддержка предпринимательства, ну и все остальные мероприятия, которые связаны с этим. В Удачном определили лучшего работника по рассеиванию алмазоносной руды. Алроса впервые провела такой конкурс. Генеральные спонсоры «Профсоюз профалмаз» совместно с Центром подготовки кадров компании провели соревнования в цехах Удачнинского комбината. Среди конкурсантов были и девушки. Руда с драгоценными камнями на специальном вибрирующем сите-грохоте попадает под струю воды и делится на несколько потоков. Это цех грохочения. Здесь идет рассеив алмазоносной руды по классам крупности. Это и есть рабочее место для грохотовщиков. Сегодня они решили на практике доказать, кто из них лучший профессионал. Каждый должен был показать умение работы с оборудованием, его обслуживание и ремонтом. Всего 14 участников из Мирного, Айхала и Удачного. На каждое оборудование уже существует регламент по режиму, по технике безопасности. И практически на всех фабриках оборудование много разное, но регламент он общий. Это что касаемо ТБ и службы режима. Есть определенные свои нюансы на каждом производстве, но в общем везде все одинаково. Если соблюдать, это несложно. Задания не были сложные. Это не было никаких таких заданий, с которыми не входили бы в мою повседневную работу. И да, я считаю, что я справился с ними, а насколько хорошо это уже оценят жюри. Практическая часть конкурса почти ни у кого не вызвала затруднений. Попотеть пришлось при сдаче теории. Вопросы, на которые пришлось отвечать, были самые разные. От знаний технологического процесса до оказания первой помощи пострадавшему на производстве. Из 20 вопросов лишь единственный участник ответил на 17. У остальных результаты оказались ниже. В совещании жюри затянулось, обсуждали спорные моменты. В итоге победу присудили Виталию Ващенко, грохотовщику Айхальского комбината. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». О профилактике социального сиротства и правонарушениях несовершеннолетних говорили в Вилюйске на выездном совещании комиссии по защите прав детей при правительстве Якутии. В первой половине дня группа посетила центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Гости ознакомились с работой учреждения и познакомились с работниками и воспитанниками. Далее состоялось межведомственное совещание. Члены комиссии и выступающие уделили большое внимание досугу несовершеннолетних. Обсуждали вопросы по профилактике безнадзорности и устранению правонарушений. В будущем комиссия будет привлекать в своей работе общественные объединения, таковых у нас в Вилюйском области очень много. Также мы намерены задействовать общественные комиссии на местах муниципальных образованиях. В этом плане положительная практика есть. Впервые в России написали всероссийский юридический диктант. Он состоял из 30 тестовых заданий на знания основных юридических понятий, основ Конституции и отдельных отраслей права. Диктант написали все желающие в возрасте от 14 лет. В Якутии свои знания проверили на 300 площадках, в том числе в администрации главы и правительства республики. Как отметили госслужащие, юридический диктант позволит оценить уровень правовой грамотности, после которого каждый участник сможет провести работу над ошибками. Удалось написать на почти 80 баллов из 100. В принципе, я считаю, это неплохой показатель, но есть всегда к чему стремиться. И вот те пробелы, те вопросы, которые поставили меня, немного такое сомнение, я сейчас обязательно пойду и посмотрю. Всего было 30 вопросов, они были все интересные. То есть те вещи, которые в первую очередь сталкивается простой наш житель. И те вещи, которые мы должны все знать. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь в курсе событий с НВК Саха и Саха 24. Всего доброго!